Приветствую! Это ежемесячный обзор судебной практики по статье 336 «Уклонение от мобилизации». И мы поговорим о том, какая же статистика за этот месяц и какие особенности, какие тенденции мы наблюдаем. Увеличивается количество приговоров, уменьшается и почему так происходит. Итак, перейдем к цифрам. По статье 336 Уголовного кодекса Украины за октябрь месяц суды вынесли в общей сложности 142 приговора. Из них 119 приговоров являются условными. То есть люди были признаны виновными в совершении преступления, были признаны виновными в уклонении от призыва на воинскую службу во время мобилизации, но при этом наказание они не будут отбывать в виде того наказания, которое предусмотрено этой статьей «Лишение свободы». То есть они будут отбывать его дома, да, потому что и к ним суд посчитал возможным применить вот этот испытательный срок. То, что мы называем условно. Теперь, кроме этих людей, есть 21 случай реальных приговоров. Это те люди, которые понесут реальное наказание. И они либо будут отбывать его, соответственно, в местах лишения свободы, либо один из счастливчиков, которому повезло, он отделался штрафом в 51 тысячу гривен. Также следует сказать, что есть два решения суда апелляционной инстанции, и там суды в обоих случаях условный срок сменили на реальный срок. Что это, в общем, нам показывает? Какая картина складывается? В этом месяце, в октябре месяце 23 года, у нас соотношение следующее. Реальные приговоры составляют 16%. Если вы посмотрите старые мои видео за прошлые годы, даже за начала этого года, вы увидите, что количество реальных приговоров обычно там было 4, 5, 6%. Но потом началась тенденция роста, и я уже неоднократно об этом говорил. И вот сегодня мы видим уже за месяц 16% реальных приговоров. Казалось бы, не так и много, да, всего лишь 16%. Но подумайте, от изначальных цифр в 4% мы получили 4-х кратное увеличение реальных приговоров. Опять же, в процентном соотношении. Да, вы можете сказать, мол, не такое большое количество приговоров в целом, да, всего лишь 142 приговора за один месяц по стране, да, это не так много. К слову, что интересно, не более, а ровно 2-3 этих приговоров, думайте, 2-3 приговоров были вынесены в моей родной Харьковской области. Никогда, вы знаете, вот не замечал этого, а здесь прям бросилось в глаза, когда ты смотришь приговоры Харьков, 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 и видишь все, так сказать, родные названия судов. И вот, что интересно, 2-3 приговоров за месяц были вынесены в Харьковской области, при этом 5 приговоров было вынесено в одном суде. Вот вдумайтесь, у нас по всей стране 21 реальный приговор, и из них, из 21, 5 в одном суде, в Ленинском районном суде города Харькова. Привет, кстати, здесь хочется передать всем декоммунизаторам, да. Вот Ленинский районный суд, как вы понимаете, он не связан с Леной, а он связан с конкретным человеком, которого мы знаем как Ленин, да. И суд до сих пор носит название. Что, какие выводы можно вообще из этого сделать? Ну, во-первых, количество реальных приговоров в процентном соотношении растет. А это значит, что те люди, которые рассчитывали раньше, да, что, мол, ничего страшного, даже если попадусь, будет все равно условный приговор, потому что там, когда 4%, это одна история. Но мы видим увеличение количества реальных приговоров. При этом, почему мы не видим массовых приговоров, да, казалось бы, что в стране наверняка гораздо большее количество людей не хочет проходить службу, но приговоров не так уже много. Мне думается, что это связано с тем, что на сегодняшний день все-таки, ну, скажем так, далеко не все ТЦК действуют в этих ситуациях по закону, потому что если человек уклоняется, да, ну, отказывается там от повестки, например, да, или получил повестку, но говорит, я не пойду служить, что должно происходить? Его должны передавать в полицию, да, то есть должны сообщать в полицию. Это тот порядок, который предусмотрен законом. Но, как мы с вами знаем, очень многие ТЦК, да, судя по тем видео, которые есть в сети, они действуют немножечко по-другому. И они, по сути, принудительно, силой осуществляют вот этот призыв. И мне думается, что как раз в этом и кроется вот та причина, по которой непосредственно приговоров, то есть уголовных производств по этой статье в принципе не так уже много по стране. И здесь я не могу сказать однозначно, хорошо это или плохо, потому что, с одной стороны, конечно же, да, человек там не понесет уголовную ответственность, но, с другой стороны, он все-таки окажется там, где, ну, откровенно говоря, становится опасно для жизни. Ну, это объективно, да, война, это опасно для жизни. Вот. В то же время, в любом случае, такие действия ТЦК и ИСП поощрять нельзя, оценивать их позитивно ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что они противоречат закону, да, потому что закон, каков бы он на сегодняшний день не был, да, многие ставят под сомнение справедливость этого закона, многие сомневаются в том, что там в 21 веке возможно вообще предусматривать ответственность за уклонение от воинской службы, но, тем не менее, она есть. Ничего на сегодняшний день мы с этим не сделаем, мы прекрасно понимаем, что депутаты не проголосуют за то, чтобы отменить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, но, по меньшей мере, у человека есть выбор, да, он плохой, объективно он ужасный. Выбор какой? То есть ты либо идешь служить, и да, мы прекрасно понимаем, что война это опасно для жизни, либо у тебя есть второй выбор, да, отказаться от призыва, и, соответственно, что? Ты понесешь уголовную ответственность. И вот этот выбор, ну, как минимум, мне кажется, должны давать, сделать человеку. И если ТЦК и СП силой человека принудительно мобилизуют, да, вот что называется, по печени, за руки, за ноги и так далее, ну, это вообще, конечно, просто жесть. И такого, конечно, быть не должно, из-за этого должны быть уголовные дела в отношении тех людей, которые совершают такие уже преступления. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.